Если честно, к сожалению, сегодня у меня не очень много возможностей подробно разговаривать об этом, поэтому, мне кажется, основная цель моего сообщения заинтересовать коллег, ознакомиться с этим руководством, потому что это не просто очередное издание возовской классификации, это руководство открывает новую серию возовских классификаций. То есть это принципиально нечто новое, и она, конечно, отражает эволюцию наших представлений, в первую очередь о биологии опухолей. Я вот не стала фотографировать ее форзацией, я приносила ее с собой, но уже унесла. Она раза в полтора толще, чем предыдущая, в общем, там есть что почитать. Поэтому мы поговорим немножко о самых частых эпителиальных образованиях, которые в кишечной трубке развиваются, все начинается у нас сверху, с дисплазии Боретта. Она гистологически подразделена на два типа, на фавиолярный тип и кишечный тип. То есть морфологам предлагают разделять эти виды прекурсоров по гистологическим вариантам. Почему? Потому что они отражают разный патогенез карцином. И несмотря на то, что в этой локализации на сегодняшний день у нас нет терапевтической опции, чтобы дифференцированно подходить к опухолям того или иного гистогенеза, тем не менее мы уже можем их выделить и говорить о том, что они немножечко разные относительно друг друга. Они объединены, в принципе, аденокарциномы пищевода с опухолями кардиозофагиального перехода в силу того, что имеют эти опыта генез несколько отличный от карцином желудка. Мы немножко это затронем. Потому что основной этиологический фактор в большинстве аденокарцином желудка, мы говорим о том, что это хеликобактер пилори инфекция, длительное хроническое воспаление, которое приводит к атрофии, которое в свою очередь ассоциировано с тем или иным риском малигнизации, поэтому гистологическая система оценки атрофии, атрофического гастрита имплементирована в действующую классификацию. На что следует обратить внимание для практикующих врачей, что должны быть взяты биоптаты не меньше двух из двух разных отделов желудка. То есть это должно быть тело и антральный отдел желудка по обе стороны от малой кривизны. Это необходимое условие для адекватной оценки в соответствии с классификацией Ольга. Есть модифицированная классификация Ольга. Ольга помимо атрофии учитывает еще наличие и выраженность кишечной метаплазии. Кроме хеликобактер пилори у нас же могут быть другие этиологические моменты. Аутоиммунный гастрит ассоциирован с развитием рака желудка. И другие воспалительные процессы без установленной этиологии. Почему это важно? Потому что эрадикация бактерии снижает риск развития карциномы в желудке. При этом нужно понимать, что чем раньше выполнена эрадикация, тем больше это снижение риска. Потому что на момент, когда уже развилась атрофия в той или иной степени, эффект эрадикации в плане снижения риска развития карциномы гораздо ниже. В свою очередь, кардиозофагиальный переход аденокарциномы пищевода не ассоциированы с хеликобактерной инфекцией. Они ассоциированы с рефлюксом, то есть в большей степени с химическим повреждением эпителия. Поэтому они отличаются и по своей классификации. Что касается прекурсоров в желудке, то они также поделены по типам на кишечный тип и фавиолярный тип. Кишечный тип в соответствии со своим названием напоминает кишку, как правило толстую кишку, и имеет соответствующий патофизиологический механизм развития. Мы уже говорили сегодня о том, что очень много информации генетической доступно, и это отражается в том числе и в выборе тактики у таких пациентов. И это отражается в наших представлениях о том, откуда это все развивается и какими путями. Поэтому различные прекурсоры имеют соответственно различный риск малигнизации и могут быть ассоциированы в нашем понимании с различными молекулярными подтипами карцином желудка, что уже приводит к определенным токсическим различиям. Так, гиперпластические полипы в большей степени ассоциированы с риском малигнизации, потому что в них чаще возникают участки и кишечной метаплазии, и дисплазии по кишечному типу, в то время как полипы, которые зачастую также назывались просто гиперпластическими, но представляют у себя полипфундальных желез, являются зачастую реактивными на фоне приема ингибиторов протонной помпы и ассоциированы с очень низким риском малигнизации и способны самопроизвольно регрессировать. Что касается типа дисплазии, то кишечный тип имеет гораздо более высокий риск прогрессии до аденокарциномы, чем фавиолярные аденомы с фавиолярным типом дисплазии. То есть, имея прекурсор того или иного типа, мы можем в определенной степени прогнозировать риск развития у пациента злокачественной опухоли и соответствующим образом его наблюдать. То же самое касается вот этих двух видов аденом, потому что аденома из пилорических желез, даже если в пределах биоптата мы видим только дисплазию низкой степени, она ассоциирована с очень высоким риском наличия в пределах образования участков дисплазии тяжелой степени и является показанием для эндоскопической эксцезии образования и имеет высокий риск ассоциации с карциномой. Что касается аденома фундальных желез, она отдельно выделена, потому что эта дисплазия и этот вид прекурсора развивается из донных отделов желез, которые изначально расположены относительно глубоко, близко к мышечной пластинке слизистой. И эти карциномы, которые развиваются из аденома фундальных желез, ассоциированы с очень ранней инвазией в подслизистый слой. То есть это такая тоже метка, которая позволяет планировать в том числе эндоскопическую тактику у пациентов с локализованными образованиями. Если мы будем говорить о уже развернутой карциноме, то изменились подходы к грейдингу. Трехуровневая система градации, то есть высоко умеренно низкодифференцированная аденокарциномы, на сегодняшний день в пределах кишечной трубки остались только в пищеводе и кардиозафагиальном переходе. И в аденокарциномах желудка, и в аденокарциномах ободочной прямой кишки предложена двухступенчатая система градации. Есть несколько причин этому. Одна из первых, которая лежит на поверхности, именно для морфологов, это, конечно, то, что двухступенчатые системы гораздо более воспроизводимы межспециалистами. Это раз. А с другой стороны, грейд на сегодняшний день ассоциирован в том числе и с прогнозом. Мы немножко поговорим об этом ближе к прямой кишке. Что касается молекулярных подтипов, на сегодняшний день выделяют четыре подтипа. Первый из них, который самый редкий, 9%, это подтип, который ассоциирован с Эпштейн-Бар-вирусной инфекцией. Он характеризуется высокой иммуногенностью, выраженной лимфоидной стромой, небольшим наличием других типов генетических перестроек. В середине по частоте находятся карциномы микросателит нестабильные, 22%. Как правило, возникают за счет мутации или метилирования промотора гена, кодирующего белок МЛХ1. Карциномы, которые генетически стабильны, которые не имеют большого количества мутаций, не имеют хромосомных аберраций, как правило. Часто это опухоли с диффузным типом роста, что определяются потерей молекул клеточной адгезии, в том числе Екатхерина. И мы можем использовать, скажем, иммуногистохимические маркеры для того, чтобы уточнить этот подтип. И хромосомно-нестабильный подтип, который составляет основную массу карцином желудка, как правило, имеет кишечную морфологию и соответствующую частоту ниже приведенных перестроек. Это подтипы, выделенные на основании данных, в том числе и TCG-анализа. То есть это секвенирование, полногеномное, массивное, очень много данных. И, конечно, в реальной практике мы не можем при помощи аналогичного вида анализа подразделить опухоли на молекулярные подтипы. Но в данной конкретной локализации довольно эффективно при помощи ЕГХ мы можем это сделать. Потому что если мы говорим о вирус-ассоциированных карциномах, то есть прекрасная, ну это СИЖ-зонд на самом деле, он называется ИБЕР. Он очень эффективен, с высокой достоверностью выявляет наличие вирусной инфекции в ткани. Есть только одна проблема, в нашей стране он не имеет регистрационного удостоверения, поэтому широко этот маркер использовать за пределами каких-то крупных центров с этой точки зрения проблематично. То есть это еще один момент, который требует регуляторные органы наши стимулировать в плане облегчения регистрации подобных реактивов. Для опухолей с метилированием ЛХ1 или дефицитом этого белка мы можем использовать соответствующий ГХ-маркер. Для диффузного типа Екатхерин. Для интестинального типа мы можем использовать белок П53, который в общем определенный тип его экспрессии характерен для этих опухолей. Что касается дистальных отделов желудочно-кишечного тракта, толстой кишки, то большое внимание уделено так называемым зубчатым образованиям, которые являются большой группой прекурсоров одного из частых механизмов развития колоректальной аденокарциномы. Вот представлена замечательная схема, несмотря на то, что с полета она довольно сложная, но в целом она вполне ясна. Потому что и богатые бокаловидными клетками гиперпластические полипы, и микровизикулярные гиперпластические полипы относятся к зубчатым образованиям доброкачественным. Но вы видите, они представляют собой верхушку двух айсбергов, от которых начинаются два принципиально разных механизма патогенеза. И они отличаются по локализации. Микровизикулярные гиперпластические полипы в большей степени характерны для правых половин кишки, в то время как богатые бокаловидными клетками для левых. И мы видим, что те карциномы, которые в соответствующих отделах встречаются, то, что Татьяна Юрьевна показывала, ассоциированы как раз с теми перестройками, которые для этих двух половин здесь представлены. Что касается морфологической диагностики, критерии несколько отшлифованные, упрощены для того, чтобы повысить воспроизводимость выявления этих прекурсорных образований. Изменилась терминология в отношении сидячих зубчатых полипов слэш-аденом, как они раньше назывались. Теперь они просто называются сидячие зубчатые образования. Кроме того, упрощены критерии, которые позволяют эти образования отличить от гиперпластических полипов. И классификация стала более стройной и логичной, потому что образования без дисплазии попали в одну категорию, образования с дисплазией попали в другую категорию с необходимостью указать степень дисплазии в данной конкретной локализации. Кроме того, на сегодняшний день есть информация о том, что при наличии дисплазии и даже при отсутствии морфологических признаков дисплазии в сидячих зубчатых образованиях потеря экспрессии белка MLH1 может быть ранним признаком вот этого злокачественной трансформации образования. То есть мы можем очень на ранних этапах выявлять те прекурсоры, которые реально становятся началом карцином. Потому что вот мы обсуждали с нашими эндоскопистами, они говорят о том, что по статистическим данным до 20% сидячих зубчатых образований трансформируются в карциномы, а у нас нету столько изменений с дисплазиями. Оказывается, что даже при отсутствии морфологических признаков дисплазии потеря вот этого белка является одним из ранних этапов канцерогенеза. Вот, собственно, как суммируются все эти образования. Если мы посмотрим, действительно микровизикулярные полипы имеют, брав мутацию в 70-80%, а богатые бакалавидными клетками в ноль. И при этом в 50% встречаются мутации в день и кий раз. То есть настолько выраженные различия. И вот сидячие зубчатые образования, которые в этой же части кишки развиваются, также очень часто ассоциированы с брав мутацией. Что касается традиционной зубчатой аденомы, она, собственно, не претерпела больших изменений. Это образование зубчатое, за редким исключением, которое превалирует все-таки в левой половине кишки. И при этом гораздо ниже частота брав мутации и выше частота мутации, которая характерна для левой половины кишки. Что касается колоректальных аденокарцином, то здесь также, как я говорила, предложена двухступенчатая система градации. И эта локализация требует, конечно, определенного внимания, потому что зачастую многие приравнивают степень дифференцировки к степени злокачественности. Колоректальный рак – это та локализация, которая бы очевидно показывать, что это совершенно не так. Потому что если мы возьмем микросателлит-нестабильные опухоли, то они имеют низкодифференцированную морфологию. Они не строят желез как высоко дифференцированная аденокарцинома, которая здесь приведена. То есть это опухоль с солидным типом роста, которая имеет низкую степень дифференцировки. Но при этом, если это микросателлит-нестабильная карцинома без брав мутации, она имеет самый лучший прогноз среди всех. Карцином этой локализации. И в классификации мы должны для того, чтобы градировать образование, для того, чтобы определить степень его злокачественности, выполнить этот тест, определить наличие микросателлитной нестабильности и брав мутации, и градировать ее уже как low-grade, несмотря на то, что она гистологически низкодифференцированная. То есть она не формирует железьстоподобных структур и очень мало напоминает нормальную ткань. Что касается молекулярной субклассификации, то для колоректального рака их есть масса. Татьяна Юрьевна приводила одну из них. Ну, глобально, если несколько грубо их поделить, то все опухоли этой локализации делятся на гипермутированные, среди которых есть ультрамутированные, то есть те, которые имеют большое количество генетических перестроек, высокую иммуногенность, как правило, микросателлит нестабильные. И это, собственно, одно направление терапии. И опухоли, которые так называемые негипермутированные, как правило, они характеризуются хромосомной нестабильностью, то есть довольно крупными генетическими перестройками, высоким показателем соматических нарушений копийности. Это соматик копенамбер аббрашин, но при этом микросателлитно стабильные опухоли. То есть это другая вообще большая группа гетерогенная, которая, в общем, требует более детального анализа, пожалуй. Это так, если по верхам пройтись. И, конечно, необходимо несколько слов сказать о нейроэндокринных новообразованиях вообще желудочно-кишечного тракта. Вообще несколько лет последних ведется работа глобальная, чтобы все нейроэндокринные опухоли, вне зависимости от локализации, куда-то под одну гребенку их подвезти. И сейчас эта работа, в общем, она получила определенную реализацию. Была опубликована так называемая общая схема классификационная для нейроэндокринных опухолей, которые попытались их как-то унифицировать, но при этом пока оставили какие-то нюансы, которые ассоциированы с локализацией. Они зачастую довольно сильно влияют на течение заболевания и прогноз. Так вот, что касается аденокарцином желудочно-кишечного тракта, кишечной трубки, вне зависимости от локализации, то классификационная схема здесь идентична той, которая на сегодняшний день имеет место при опухолях поджелудочной железы. То есть высоко дифференцированные нейроэндокринные опухоли имеют трехступенчатую градацию. Это Грейт 1, Грейт 2 и Грейт 3. И на самом деле максимальный индекс КИИ-67 здесь до 50%. Хотя если вы посмотрите, то вот здесь 20%, и если мы возьмем карциномы, то здесь тоже 20%. То есть это определенная серая зона от 20% до 50%, когда мы должны отличить высоко дифференцированную все еще нейроэндокринную опухоль от нейроэндокринной карциномы. То есть это отдельная область. И, собственно, почему высоко дифференцированные хайгрейт нейроэндокринной опухоли были выделены? Потому что это тот пул больных, которые ведут себя менее агрессивно, может быть, чем истинные нейроэндокринные раки, но хуже отвечают на терапию, которая довольно эффективна при карциномах в нейроэндокринах. Вот, собственно, это нашло свое отражение вне зависимости от локализации в пределах кишечной трубки. Что касается вот этой группы смешанных адено-нейроэндокринных карцином, как она называлась раньше, или МОНЭК, то сейчас она преобразовалась вот в МИНЕН, это смешанные нейроэндокринные, не нейроэндокринные новообразования. То есть на сегодняшний день фактически это такой зонтик, который под себя включает очень большую гетерогенную группу различных образований. То есть существенно расширился спектр тех патологических процессов, которые мог попасть сюда. Это значит, что здесь помимо адено-карцином могут быть плоскоклеточные раки. Это раз. То есть это не только адено-нейро, но и плоско-нейроэндокринные опухоли. Это раз. Что касается нейроэндокринной части, то помимо карцином сюда попали высокодифференцированные нейроэндокринные опухоли. То есть у нас, и у нас сейчас вот прям сон в руку, у нас есть в отделении случай, где комбинация высокодифференцированной аденокарциномы с карциноидом. Но они вот так вот перемешаны, как мозаика. И сейчас у нас есть вот определитель, куда мы можем это образование запихнуть. Но что клиницистам нужно знать? О том, что когда они видят в заключении вот это вот смешанное нейроэндокринное и ненейроэндокринное новообразование, это для них повод вчитаться в заключение. Это значит, что они могут за этим термином увидеть много всего разного, и это будет течь по-разному, и тактика будет совершенно различна в зависимости от того, из каких компонентов вот эта вот смесь состоит. Ну, в принципе, по большому счету, это, наверное, все. Есть ряд технических моментов, которые в большей степени могут быть интересны патологу, с одной стороны. А с другой стороны, в общем, цель непосредственно связана с клиникой. Потому что в этой классификации, в том числе, что касается колоректального рака и желудка, отдельное внимание уделено выявлению сосудистой инвазии. В том числе, какие-то ситуации, когда мы гиподиагностировали наличие сосудистой инвазии, когда опухолевый эмбол или масса замещает с собой весь просвет сосуда, и мы не видим эндотелиальной выстилки, что являлось, собственно, критерием для нас быть уверенным в том, что мы в сосуде. То есть сейчас несколько изменились критерии для того, чтобы подтвердить, что мы действительно в сосуде, мы можем использовать окраску на ретикулин, гистохимическую, либо импрегнацию серебром, для того, чтобы подтвердить наличие остатков вот этих вот ретикулярных волокон, которые, видите, вот остатки сосуда, просто кружочек. То есть есть намек на подозрение, и мы должны его подтвердить, и мы можем подтвердить и говорить о том, что это воскулярная инвазия. Это, в общем, важный прогностический фактор, который потенциально клиницисты могут учитывать в определении своей тактики, в том числе опухоль, которая имеет относительно локальную стадию. То же самое касается переневральной инвазии. Больше внимания этому уделено, хотя, в принципе, это вопрос клиницистам, насколько эта информация влияет на планирование дальнейших действий. Понятно, что, вероятно, у пациентов, у которых я читаю об адевантной терапии, это очень важно. Что касается поверхностных образований, скажем, в плане эндоскопических диссекций, то тут, бесспорно, конечно, это тоже очень прогностически важный фактор. И в ряде случаев мы выявляем и в диссекциях переневральную инвазию. В общем, есть еще поджелудочная железа, есть еще печень, есть еще неэпителиальные опухоли, в которых тоже есть определенные изменения, которые требуют внимания. Поэтому я надеюсь, что мне удалось все-таки людей заинтересовать и хоть кто-нибудь ознакомиться с этим руководством. Оно, в общем, очень интересное для изучения. Продолжение следует...